ребят всем привет решил записать видео о своем первом шоссейном велосипеде но немного предыстории в 2018 году я купил себе hardtail и покатавшись на нем где-то более 500 километров я понял что это не самый лучший вариант для шоссе ну чтобы ездить на работу и тогда я наткнулся на группу циклокросс мне стало интересно что это за велосипед такой и стал смотреть фотографии ого это тоже самый шоссейный велосипед так что немного с другими колесами как мне тогда казалось и я решил еще у ребят поспрашивать что они мне посоветуют какие велосипеды они мне посоветовали авто ронин норка трешкольт джамис ренегейт и еще какие-то несколько велосипедов для себя и тогда решил что я они мне все понравились велосипедов визуально они очень красивые но ронин он стальной я такой нет стальное не буду брать потому что он будет у меня ржаветь особенно если под дождь попадет но это все и мне не понравилось то что у него зазор между покрышками и вилкой также нижними перьями маленький то есть туда не поставить крылья может меня отпугнуло потом что мне есть еще такое навязанное общество мнение то что надо покупать не ниже 105 шимана и чтобы у тебя были дисковые тормоза также чтобы у тебя были подшипники во втулках на промах чтобы были выносные подшипники в каретке есть такой да ты подвержен этому мнению и уже на подсознательном уровне начинаешь себе искать что-то идеальное ребята не делайте так потому что я потратил на выбор велосипеда больше года я но для себя я решил да что у меня должна быть внутренняя проводка тросов чтобы не мучиться с ней никогда не заморачиваться что я конечно хотел 105 шимана но такой думаю если будет тиагра то возьмите агру тем более на норке была тиагра потом что я еще хотел подшипники на промах такой думаю ну в принципе с насыпью тоже не охота как-то заморачиваться наверное лучше на промах возьмем да без разницы ребят какие у вас там подшипники главное просто их обслуживать вовремя и всего больше ничего такого выбор а еще у меня был выбор еще коннеров мне очень понравилось там 27 5 колеса я подумал блин 28 или 27 5 28 для вас 27 и 5 и потом подумал что лучше на р-28 без разницы там не столь велика разница будет и вот спустя некоторое время я нашел данный вариант бергамонт гранди рейс у него шимана сора 2 на 9 50 34 и 11 32 по моему офигенная офигенный группсет переключатели мне нравится по работают четко те кто никогда не катался на ссоре на тиагре и на 105 не заморачивайтесь берите на ссоре и не пожалеете не знаем как насчет клариса потому что это вообще бюджетный уровень но 40 по мне нормально переключается отлично проблем никаких не возникало но я думаю и настроить не так сложно будет вот он у меня уже больше сезона уже второй сезон переключатель и работает отлично чуть-чуть я перенастраивал передний переключатель потому что там я каретку меня но это не сложно карбонная вилка отрабатывает неровности мне нравится как она flexed прикольно не знаю как было бы с алюминиевой вилкой но наверное пожечье подшипники все на промах до плюс на осях это вообще плюс я когда снимаю колеса и обратно вставлю тебе их не надо настраивать эти тормоза то что у тебя немного не сдвинулись вправо влево и почему я выбирал дисковыми тормозами ну тоже как не охота было заморачиваться с восьмерками если поймаешь восьмерку блин надо править колесо иначе будет плохо тормозить и как первый мой шоссейный велосипед мне очень понравилось то что он набирает мгновенно скорость ты только надавил на педали ты уже разогнался прикольно первые пять минут я не я к нему привыкал то что руль баран такой узкий и так чуть руку перемещаешь с верхнего хвата на нижний ты хоп уже поворачиваешь заняло это пять минут чтобы привыкнуть неделю покатаешься ты уже прикатаешься к этому с этим велосипедом и будешь чувствовать как рыба в воде в принципе мне нравится классный велосипед и менять его вообще не собираюсь потому что по сути он гравийник и он открывает все мои потребности хочешь на пересеченке гоняешь хочешь по асфальту особо там не теряешь скорости в накате а так еще хотелось бы попробовать фикс понять что такое фиксированная передача покататься на нем и получить удовольствие также сравнить разницу между шоссейными покрышками и вот такими гравийными столь и столь велика разница между ними лучше ли будет накат и скорость хотелось бы ощутить что хотелось бы сказать заключение ребят выбирайте велосипеды которые вам больше нравится которые будут покрывать ваши потребности цели и задачи выбирайте с головой велосипеда ну и также можете выбирать их визуально которые больше вам понравились в принципе все лучше купить тот велосипед который ты можешь себе сейчас позволить нежели ждать он подарит тебе больше эмоций чем ты будешь ждать тот который о котором ты всю жизнь мечтаешь вот наверно так закончим это видео а